МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних 7 дней. Работа силовых структур и строительство храма. Владимир Ружицкий в очередной раз встретился с жителями округа. Синий, белый, красный день слага России отметили в Люберцах. Выкинул мусор на дорогу, хрюкни, рейд свинья прошел в Малаховке. Моцарелла и бурата, первый сырный фестиваль прошел в Люберцах. Завершилась защита проектов премии «Наши Подмосковья». Удобная, модная и натуральная телеканал ЛРТ узнал, какой должна быть идеальная школьная форма. Заслуженная победа, а телеканал ЛРТ взял главный приз на конкурсе «Территория хороших новостей». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялась очередная встреча Владимира Ружицкого с жителями округа. На этот раз главной темой мероприятия стало взаимодействие населения с силовыми структурами. Встреча прошла в Томилине. Несмотря на заявленную основную тему встречи, работа правоохранительных органов, разговор начался совсем с другого. А когда будет в Томилино храм построен? АПЛОДИСМЕНТЫ Этот вопрос волновал всех собравшихся на встрече. К его обсуждению периодически возвращались на протяжении всего вечера. Тема оказалась действительно животрепещущей. Храм с 2010 года был определён вами, как главой, гарантом нашей Конституции, Люберецкого района на месте сгоревшей вечерней школы. От этого мы не отступали. И эти семь лет мы обиваем пороги, и нас заводят заблуждения местные власти. На многочисленные вопросы о том, как будет решаться вопрос о строительстве храма в Томилине, Владимир Ружицкий ответил кратко. На встрече говорили также и о безопасности в округе. Эта тема стала второй горячо обсуждаемой. Наконец навести порядок возле памятников. Потому что это ненормально, что там сидят и распивают, ну и спят, и не знаю, что мусорят. Сколько можно иностранцев в одну квартиру прописать? Наверное, должна быть какая-то норма. Прописывают по 15-20 человек, в двухкомнатную квартиру. И что, мы же русскую речь не слышим. Мы слышим только иностранцев. И ведут себя они безобразно. Реакция мгновенная. Потому что, когда вы звоните 112, кроме того, что там есть оператор, всегда ведется запись. Запись ведется. И если вы сказали, что вы позвонили, и не было реакции, вы правы обратиться ко мне или кому-то другому. Время обозначить, когда обратились. Мы запись поднимем. Если не было реакции, наказание, жесточающее вплоть до уголовной ответственности. Кроме этого, на встрече обсудили и отмену записи к врачу через регистратуру. Как выяснилось, в округе уже есть недовольные этим нововведением. Это не веяние просто Московской области. Вы все смотрите телевизор, читаете прессу. Это в целом по Российской Федерации принято решение, каким методом осуществлять запись. Кроме этого, на встрече традиционно обсуждались вопросы ЖКХ, организации дополнительного образования, экологии и транспортной доступности в округе. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий проверил качество выполнения завершенного ремонта еще в одном Люберецком подъезде. На этот раз глава посетил дом на улице 3-е почтовое отделение. Ружицкий лично осмотрел лестничные пролеты, пандусы, почтовые ящики, окна и пообщался с жителями многоэтажки. Напомним, в округе продолжается реализация губернаторской программы «Мой подъезд». В первую очередь члены комиссии проверили, что в доме на 3-м почтовом сделано для маломобильных групп граждан. Подрядчики оборудовали подъезд специальными откидными пандусами. Глава лично проверил на прочность железные конструкции. Кроме того, коммунальщики даже цветовую гамму стен согласовали с жителями данного подъезда. На данный час времени 847 подъездов. Мы сейчас с вами разговариваем, где-то подъезд уже и отремонтирован. Потому что это работа плановая, и мы должны эту работу завершить к 1 ноября. Времени осталось не так много. Это у нас по сути сентябрь-октябрь месяц. Два месяца. И она будет завершена, естественно. Ранее власти округа приняли решение установить камеры наружного видеонаблюдения, чтобы следить за ремонтными работами в режиме онлайн. Сегодняшняя коммуникация, сегодняшняя техника, она позволяет в режиме онлайн наблюдать, что происходит. Понятно, что мы в каждом подъезде не можем установить, затем как отслеживать работу в подъездах. Тем не менее, мы на сегодняшний день по целому ряду подъездов, там, где есть какое-то опасение, что там может быть какой-то срыв, там устанавливаем видеонаблюдение, видеокамеры. Так, после ремонта камеры видеонаблюдения снимают и устанавливают в другие подъезды округа, где ремонт только начинается. Глава уточнил, что в данном доме отремонтировали почтовые ящики, установили новые пластиковые окна, покрасили стены, перила и ступени лестниц. Ремонтные работы осуществляла управляющая компания «Лук». В нашем доме до ремонта, скажем так, межэтажные окна были в плохом состоянии, в плохом состоянии, также в непотребном виде находилась верхняя часть здания, то бишь сам не подвал, а сверху. И, соответственно, его тоже убрали, полностью очистили, все зашлифовали и избавили дом от протечек постоянных. Стоит отметить, что сами жильцы могут организовать совет жителей, чтобы в каждом доме наблюдать за ходом выполнения ремонтных работ. И при любых недовольствах или нареканиях, как, например, цвет краски не устраивает или же сломался пандус, можно было оперативно обратиться в администрацию городского округа Люберца или же в управляющую компанию. Всего в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» в текущем году власти округа планируют отремонтировать 1298 подъездов. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Наташинском парке отметили День государственного флага Российской Федерации. Для жителей округа подготовили развлекательную программу, а изюминкой праздника стал яркий флешмоб с запуском шаров цвета российского триколора. В этот день Наташинский парк стал большой патриотичной площадкой. Три заветных цвета – белый, синий и красный – можно было встретить повсюду, на одежде, в руках и даже на лицах люберчан. День главного символа страны каждый по-своему признавался в любви к родине. Дети, например, старательно рисовали флаг России на асфальте. Кто-то в виде сердца, кто-то в стандартной прямоугольной форме. Но все, без исключения, делали это с любовью. Я люблю Россию. Представители молодежного парламента, а также активисты молодой гвардии, в свою очередь, раздавали ленточки с триколором. Они далеко от сцены установили плакат, на котором гости праздника могли оставить отпечатки рук. Для этого нужно было разукрасить ладонь белыми, синими и красными красками и прислонить ее к бумаге. То, что этот праздник существует и то, что в такой день мы все вместе собираемся, раздаем ленточки, как волонтеры, рисуем на асфальте, это все очень мило и такой праздник должен быть в нашей стране. К празднику присоединился глава Люберес Владимир Ружицкий. Он принял участие в торжественной церемонии запуска в небо российского флага, сделанного из сотен воздушных шаров. Мы гордимся тем, что мы россияне, мы гордимся страной, мы гордимся нашими людьми и символ этой гордости это наш флаг, российский триколор. С праздником, друзья! День государственного флага России отмечается с 1994 года. Ежегодно 22 августа по всей стране проводятся праздничные мероприятия. Как правило, этот день сопровождается яркими флешмобами, автопробегами и патриотичными акциями. Луиза Егия-Зарян, Дмитрий Шарапов, телеканал НРТ. За что я люблю городской округ Люберцы? Ответы на этот вопрос искали представители молодой гвардии совместно с нашей съемочной группой. Общественники вышли на улицы города и провели соцопрос среди местных жителей. Ну как, я здесь родился, здесь вырос, вот, здесь учу детей. Так что, как его не любить, так не любить своего родина. Для коренных жителей это главная причина любить свой округ. Тот, кто здесь родился и прожил всю жизнь, признаются, что не променяет Люберцы ни на один другой город. А тот, кто приехал сюда недавно, находят плюсы во многом. Например, Екатерина Кузнецова довольна работой ЖКХ и состоянием придомовой территории. Я приехала из соседнего города, в общем, и есть с чем сравнить. И я была впечатлена тем, что облагородилось состояние подъездов. Дворник каждый день просто вылизывает наш двор и я первый раз вижу, чтобы человек так добросовестно делал свою работу. Поинтересоваться у жителей, за что они любят городской округ, молодогвардейцы решили не просто так. На основе полученных ответов общественники проведут анализ, чтобы понять, чего не хватает люберчанам для полного счастья. Ведь в перечне их вопросов есть еще и такой. Хорошо, тогда, может быть, есть то, что бы вы хотели изменить? А изменить, как оказалось, люберчане хотели бы многое. Например, экологическую ситуацию. Как показал опрос, эту тему затронуло большинство местных жителей. А второй по популярности проблемой является транспортная доступность. Во время акции молодогвардейцы общались с людьми разных возрастных категорий. Но основной упор делали на молодежь. Именно молодое поколение в нашем городском округе проявляет особую активность для каких-то изменений. И за ними стоит будущее. И поэтому мы хотим сделать определенную статистику, чем довольна молодежь, чем недовольна. Активисты молодой гвардии планируют провести такой соцопрос и в просторах интернета. Совсем скоро они разместят его в социальных сетях и на сайте организации. Луиза Игязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжают наказывать нарушителей чистоты. Ежедневно оперативные бригады работают в местах, где периодически появляются навалы мусора. Как известно, наиболее остро эта проблема стоит в Малаховке. К очередному рейду, проведенному в поселке, присоединился и глава округа Владимир Ружицкий. Чисто там, где не мусорят. Доказать эту простую истину власти Подмосковья решили крайними мерами, наказывая, как говорится, рублем. Выброс мусора в неположенных местах может обойтись нарушителям до 5000 рублей. И если в остальных поселениях систематические антимусорные рейды стартовали недавно, то в Малаховке это уже стало делом привычным. Антимусорные рейды проходят в Малаховке уже третий месяц. Они продолжатся до тех пор, пока в поселке не станет по-настоящему чисто. И вот такие таблички здесь висят не просто так. Уже около 100 человек привлечены к ответственности за выброс мусора в неположенных местах. Общая сумма штрафов лишь на территории Малаховки составила более 300 тысяч рублей. Рейды с участием сотрудников Госадомтехнадзора и полиции проходят ежедневно с 6 утра. По выходным и праздничным дням оперативные группы работают в усиленном режиме. Стоит, я думаю, остановиться только на денек, два, три, и люди сразу начинают расслабляться. Забывают о том, что щука в озере есть, и поэтому начинают расслабляться. А поэтому будем до полной победы, можно сказать, мусором на территории Малаховки будем работать. Однако в загрязнении Малаховки виноваты не только сами жители поселка, но и проезжающие мимо водители и пассажиры транспорта. А так как Люберцы является транзитной зоной, то каждый выброшенный фантик или окурок из окна авто в итоге могут привести к огромной свалке. Этот рейд, он призван как бы обратить внимание абсолютно всех, и жителей Люберец, посёлков, жителей всей Московской области, и Москвы, потому что, повторяю, Люберец транзитная зона, каким-то образом бережно относиться к территории. Ещё один фактор, влияющий на мусорную обстановку в Малаховке, недостаточное количество площадок для сбора бытовых отходов. А по просьбе некоторых жителей несколько контейнеров и вовсе демонтировали. Нет у нас вообще нет, вот просто никакой ближайшей нет. Только на той стороне, вот в этих вот, в девятиэтажках. Ну, понимаете, что это не резон. Я даже через дорогу его никак не отнесу, этот мусор. Решить эту проблему местные власти намерены в ближайшее время. До первого сентября в Малаховке установят контейнеры для сбора мусора. Места их размещения уже согласованы с жителями посёлка. И в продолжении темы «Свинья» добралась и до Томилина. Масштабный антимусорный рейд проходит по всему городскому округу. Акция с хэштегом «Свинья» стартовала несколько месяцев назад по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Во всех муниципальных образованиях проходят рейды по выявлению несанкционированных свалок, в ходе которых выявляют нарушителей. Так, в городском округе Люберце создано пять бригад, которые ежедневно осуществляют проверку. В Томилине в рамках губернаторской программы «Свинья» был пойман ещё один нарушитель чистоты. Глава городского округа Люберце лично побывал на антимусорном рейде. Совместно с оперативной группой, состоящей из сотрудников Косатомтехнадзора, администрации, полиции, а также представителей общественных организаций. Женщина выкинула мусорный пакет буквально в нескольких метрах от контейнера для бытовых отходов. Объяснила она это административное правонарушение легко и непринуждённо. С собой нести не хотелось. С собой нести не хотелось? А там увидела, что лежит и положила до кучи. А сколько вы выпросили пакетов мусора? Один. Один. Ну вы же видели, что вот буквально в нескольких метрах. Не, я не видел. Я из гостей вышла. Из дома. Просто увидели мусор и выкинули вместе со всеми. Так получилось. Представитель государственных органов сразу же применил к правонарушительнице штрафные санкции. Ведь исходя из норм закона, мусор должен выбрасываться только в специально отведённых местах. За впервые совершённое административное правонарушение штраф по данной статье за сброс мусора составляет 4 тысячи рублей. От 4 до 5 тысяч на физическое лицо. На данный момент в городском округе уже выписано почти 30 штрафов, сумма которых составляет около 100 тысяч рублей. И штрафуем, и людей, которые, скажем, подобным занимаются, наказываем и придаём некой публичности, то есть и через телевидение, и через прессу, и в социальных сетях об этом говорим. Я думаю, что через какое-то воспитание, включая стыд, я думаю, мы совместно наведём порядок. Рейд из очистой Подмосковья в рамках областной акции «Свинья» проходит на территории городского округа Люберца с 11 августа. Эта акция против незаконного выброса мусора выполняется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Это работа постоянная, системная, плановая и ежедневная. Для этого есть группы, которые работают, ежедневно отчитываются, поэтому эта работа дальше будет продолжена. Рейды за чистоту окружающей среды под названием «Свинья» уже прошли в Егоревском, Можайском, Волоколамском, Каширском и Сергиево-Пасасском районах. Екатерина Скрижалина, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Первый сырный фестиваль состоялся в Люберцах. Ярмарка собрала более 20 производителей со всей России. Они представили на пробу многочисленные сорта от уже знакомых обычному потребителю и до уникальных. Каким на вкус оказался ярмарочный сыр, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Кто не любит сыр, тот наверняка просто не отыскал свой сорт. На Тажинском парке развернулась масштабная гастрономическая площадка, где каждый гость мог найти продукт по своему вкусу. География участников широка. От Алтайского края до юга России. 21 производитель, шестеро из Подмосковья. Такая ярмарка для нас – это возможность выйти на рынок, заявить о себе. Даже сегодня здесь есть сыроварник, которых никогда не было на ярмарках на других. Они сделали стартап, сырный фермерский стартап и приехали сюда, в Люберце, чтобы показать себя, оценить свои сыры и они пользуются большим успехом. Сам же Олег Сирота сыровар, можно сказать, от бога. Вместе с друзьями придумал уникальный сыр на медовой закваске. Как и многим другим производителям на ярмарке, ему в развитии бизнеса помогло импортозамещение. И теперь, благодаря таким, преданным своему делу людям, у нас на прилавках имеется и российский сыр с плесенью, и свои гауда, рикотта, моцарелла. Кстати, последние сорта делают в Люберцах. Все мои итальянские друзья, которые приобретают произведенный нами сыр, остаются очень довольными и местами даже хвалят производство и качество нашего сыра. Говорят, что наш сыр даже где-то лучше, чем у самих итальянцев. Люберецкие сыровары итальянского происхождения провели во время ярмарки яркий и самое главное вкусный мастер-класс. Под руководством шеф-повара одного из столичных ресторанов сыр Бурата научился делать и глава Владимир Ружицкий. Крутит, тянет, видите, как меняет структура. Становится однородной массой. И какой кулинарный изыск может остаться без пробы. Свежеприготовленным сыром гостей праздника угощали щедро. Очень вкусный сыр. Малосоленый, мягкий. Ну, я не знаю, я вот здесь такой не пробовала в Москве. Сыр с душистым перцем, чесноком, прованскими травами и орехами. Кажется, такого праздника у люберецких гурманов еще не было. За прилавками сами сыроделы. Ведь кто, как не они, знают, в чем смак его продукта. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то любит мягкие сорта сыра, а вот я предпочитаю твердые. К примеру, этот твердый девиз сделан из козьего молока. Фантастически вкусно и очень похоже на пармезан. Спасибо. Кроме козьего твердого сорта, нижегородские сыровары привезли в Люберцы торт из фермерских продуктов. И уже более традиционный для простого обывателя сыр, но с изюминкой. Большей популярностью пользуются сыры. Это шарики из коровьего молока со специями внутри, обваленные в чесноке. Этот сыр можно есть как самостоятельный продукт, кто-то с чаем, кто-то с вином, кто-то берет с черным перцем, допустим, к пиву. Это очень вкусно. Адыгейский сыр из восьми городов Солнечной Республики покорил сердца наших жителей. Очередь к нему стояла, как за колбасой в советские годы. Южных гостей, как и других сыроваров, представивших свою продукцию на фестивале, наградили почетными грамотами, после чего люберецкие предприниматели из Октябрьского торжественно подписали договор с Торгово-промышленной палатой. Подписано соглашение о содействии, о взаимодействии, о продвижении сыров на территории не только в Люберец, но и повсеместно. Поэтому будет оказана поддержка и правовая, и юридическая, я не говорю про моральные. У нас же есть большая торговая сеть, поэтому мы поможем в продвижении его продукта в наших торговых сетях. Гости праздника могли не только вдоволь насытиться сыром. В специальной зоне люберчане испытывали свои силы и выигрывали лакомства. Надо сказать, что первый фестиваль сыра произвел большое впечатление у люберчан, и, вероятно, он станет традицией для городского округа. Анна Троян, Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко и Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершилась реставрация дома Круминга. Об этом на еженедельном оперативном совещании сообщил заместитель главы администрации городского округа Люберца Андрей Сыров. Он также подчеркнул, что все работы проводились в рамках губернаторской программы «Усадьба Подмосковья». В непосредственной близости с территорией бывшего завода имени Ухтомского расположен объект культурного наследия дом Круминга, где в 1920-1921 годах бывал Владимир Ильич Ленин. Дом построен в стиле модерн в начале 20 века. В советское время в здание был устроен музей завода сельскохозяйственного машиностроения. Более 20 лет здание не использовалось, находилось в аварийном состоянии. Местные власти подсчитали, на реставрацию здания нужно было около 40 миллиардов рублей. По инициативе Люберецкой администрации дом Круминга включили в программу губернатора «Усадьбы Подмосковья». Был объявлен тендер. В нем победила предприниматель Галина Ярыгина. Работы по реставрации дома она начала 3 года назад. И вот сейчас получила документы о переходе на льготный режим налогообложения 1 рубль за 1 квадратный метр. Планируется, это будет гостинично-рекреационный комплекс для развития регионального туризма. Ну и также гостиница для сотрудников. Там не очень большая площадь, поэтому это все очень компактно. Все это планируется запустить в течение года на очереди благоустройство территории возле дома Круминга и популяризация памятника как культурного объекта городского округа Люберцы. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Состоялась дружественная встреча председателя комиссии по межнациональным отношениям общественной палаты городского округа Люберцы и председателя региональной общественной организации объединения и социальная поддержка женщин-мигрантов. Встреча прошла в редакции телеканала ЛРТ. Ефросиня Гыштимулти, председатель общественной организации Московской области объединений и социальная поддержка женщин-мигрантов, приехала в редакцию телеканала ЛРТ с важной миссией. Цель ее визита – перенять опыт освещения СМИ межнациональных вопросов. Главная моя задача была обсуждение некоторых проектов, которые мы предполагаем Мы будем реализовать вместе, что касается информационного вещания, каких-то мероприятий на межкультурные темы, межнациональные, межрегиозные. Мы будем реализовывать совместные проекты. Это будут информационные проекты, это будут ориентированы на организации общественные, которые занимаются социально ориентированным бизнесом. Это будет касаться культурных каких-то мероприятий, которые выделят определенных лидеров диаспоральных на территории Московской области. Во время дружественной встречи Екатерина Дегтярева, руководитель канала и по совместительству председатель комиссии по межнациональным отношениям общественной палаты городского округа Люберца, щедро поделилась с коллегой опытом создания медиапроектов в сфере межнациональных отношений. Ролики делала, интернациональные всякие разные, там и детей привлекали, и взрослых привлекали. То есть я слышала, что они озвучивают, чего бы они хотели. После обсуждения всех вопросов Екатерина Дегтярева поделилась с Ефросиней Гоштимулти секретами телевизионного производства. Если вдруг сигнал пропадает, выпускающие начинают разбираться, в чем причина, почему пропал сигнал у наших телезрителей. Ефросинья Гоштимулти впечатлилась проведенной экскурсией и, в свою очередь, пригласила Екатерину Дегтяреву с ответным визитом в городской округ Подольск для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Открытая спортивная тренировка в очередной раз прошла в Люберцах. Местом для проведения разминки выбрали площадку на высшей школе. Подробности у Луизы и Геазарян. Открытые тренировки на спортивных площадках городского округа проходят в рамках проекта «Спорт в каждый двор». Они предусматривают занятия на уличных тренажерах под руководством профессиональных инструкторов. Во время таких встреч тренеры проводят различные мастер-классы, делятся спортивными секретами как со взрослыми, так и с маленькими жителями. У тебя, получается, они вот в таком положении, потом ты их разворачиваешь, поняла? Обучают жителей округа замспортивной подготовки регулярно каждую среду. За три месяца подобные акции прошли уже на 40 площадках муниципалитета. Анонсы тренировок появляются как в соцсетях, так и на информационных стендах дворовых территорий. Будем стараться увеличивать периодичность и частоту до двух-трех раз в неделю и расширять географию проведения по территории городского округа. Мы прошлись пока по поселениям и частично по Люберцам, сейчас начнем уже точечно по различным дворам работать. Кроме того, на территории Люберец стартует еще один рейтинговый проект под названием «Спортивный житель». Любой желающий может проводить у себя во дворе различные спортивные мероприятия. Для этих целей спорткомитет бесплатно выдает необходимый инвентарь. А победителям рейтинга обещают ценные призы и гранты. Луиза Игязырян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Традиционная открытая тренировка по йоге прошла в Наташинском парке. Познавала духовные, физические, индийские практики и наша съемочная группа. Еще раз вдох, выдох, плечи идут вниз, глазки можно закрыть. Анна Шарова преподает йогу вот уже больше года, хотя занимается девушка традиционной индийской практикой почти 10 лет. По словам Анны, йога помогла ей лучше почувствовать и понять себя. Это действительно очень хороший, в первую очередь оздоровительный момент идет организма. Йогой, наверное, стоит начать заняться уже в более зрелом возрасте, когда хочется какого-то медленного погружения, тягучести, размеренного темпа. Однако сегодня на традиционную открытую тренировку по йоге пришла как раз молодежь. Елизавета Лисукова, например, ходит на занятия уже полгода, а ведь девушка только пойдет в 11 класс. На вопрос о том, зачем она занимается йогой, отвечает, не задумываясь. Я стала чувствовать себя физически, у меня укрепились мышцы спины, и вообще многим заболеваниям я сказала нет. Стала чувствовать себя намного лучше, стала спокойнее, увереннее. И просто вот когда приходишь, там такая семейная прекрасная атмосфера, что заряжаешься таким позитивом, и вот просто на душе становится лучше. Атмосфера на тренировках действительно дружелюбная. К новеньким здесь относятся приветливо, спокойно отвечают на вопросы и помогают, если не получается. Сначала мы учимся правильно дышать, с этого начинается наша практика. Мы настраиваемся, мы просто запоминаем, как нужно правильно делать вдох и выдох. Потом идут комплексы суставной гимнастики, это упражнения, которые разогревают все суставы, чтобы было безопасно входить в асаны. Асаны – это позы в йоге, входить в них на самом деле очень непросто. Хотя инструкторы и говорят, что на открытые тренировки по йоге может прийти даже неподготовленный человек, который никогда не занимался ни гимнастикой, ни спортом, не ждите, что все получится сразу и легко. Попробовав йогу сегодня в первый раз, могу сказать, что это не так скучно, как я думала, но и не так просто, как предполагала, по крайней мере для меня, это оказалось тяжелее тренировки в спортзале. Но очень интересно. Позаниматься йогой на свежем воздухе можно каждый вторник и четверг в 19.30. К участию приглашаются все желающие. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Этот поцелуй с Владимиром Путиным обсуждают больше недели. Кто же эта отважная женщина, с которой так взаимно и нежно поцеловался президент России на глазах у всех? В обычной жизни Елена Карепина – преподаватель юридических дисциплин. Работает в нескольких университетах, зачитила диссертацию, практикующий специалист. Так еще успевает участвовать в общественной жизни своего родного городского округа Люберцы. В день поступления дочери в университет она загадала желание встретить знаменитость, но никак не ожидала, что судьба сведет ее самим президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. И как раз такой день был. Я как раз была на Вольничном. День такой прям, все дожди, дожди были. А тут 20 июля. Навсегда запомню этот день. Значит, такое солнце было, такая погода замечательная. Столько туристов на Арбате. Елена рассказала, что по пути из университета дочери заметила вереницу представительских машин в сопровождении полиции и охраны. После кортеж свернул в переулок и скрылся. Ну, мы так пока гуляли, пока, значит, там в кафе зашли. Выходим из кафе, и что-то народ толпится. А у нас если толпится, значит, чего-то происходит. Елена и подумать не могла, по какому случаю столько зевак в центре столицы. Ну, и так я маленькая просто. Быстренько раз и вперед. А дочка у меня высокая, она стоит, там что-то думает, а я не думая вперед. И тут из подъезда выходит сначала Песков, потом охранники, наверное, человек 6, может 8. Вот, и Владимир Владимирович Путин. Увидев президента, все присутствующие начали аплодировать. Владимир Владимирович подошел к каждому, спросил, нравится ли туристам столица, или же просто поинтересовался, как их дела. Он тоже их приветствовал со всеми, там, значит, рукопожатие было. И мне как-то что-то обидно стало, со всеми, всем руку жмёт, а я тут стою, а нам руку. И он так повернулся ко мне, дал мне руку, приобнял меня, мы с ним поцеловались. Вот так произошло. Неожиданно, да, да, конечно, в щёку, не в губы же. Елена призналась, что запомнит этот поцелуй с Владимиром Владимировичем Путиным на всю жизнь. Спасибо, с вами. А нам, пожалуйста, спасибо вам. Однако, самое главное для женщины, то, что она счастливая мать троих уже взрослых детей. Елена поделилась нашей съёмочной группой, что в скором будущем станет бабушкой. Средняя дочь нашей героини ожидает тройняшек. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершилась защита проектов на соискание губернаторской премии «Наши Подмосковья». Для удобства жителей она прошла в нескольких поселениях городского округа. На точках, где участники конкурса презентовали свои проекты, работала и наша съёмочная группа. Учитывая, что городской округ в этом году является лидером по количеству поданных заявок на соискание премии «Наши Подмосковья», работа экспертной комиссии не останавливалась ни на минуту. В течение четырёх дней с 10 утра до 6 вечера члены жюри знакомились с проектами люберчан. Выступление каждого участника проходило по регламенту – не более трёх минут. За это время соискатель рассказывает о своём поприще и отвечает на вопросы экспертов. Каждая работа оценивалась по нескольким критериям. Самый главный из них – социальная значимость проекта. Больше всего проектов пришло по тематике «Активная Подмосковья». Это непростая тема, это тема действительно для неравнодушных людей. И мне очень приятно, что именно в Люберцах мы увидели такую активность, в том числе и молодого населения. Проекты люберчан разнообразны, и каждый по-своему полезен обществу. К примеру, Екатерина Дегтярёва является неким связывающим звеном между журналистами и представителями различных национальных объединений. Её проект более чем актуален для столичного региона, ведь известно, что в Подмосковье проживает более 140 этносов. И очень важно сохранить между ними добрые взаимоотношения. По мнению генерального директора Люберецкого телевидения, добиться этого можно с помощью средств массовой информации. Проект стартовал в 2014 году, и на протяжении трёх лет мы регулярно делаем какие-то видеопродукты. В год это примерно около 130-150 видеоматериалов, посвящённых именно межнациональным отношениям. Регулярно работаем с детьми дошкольного и школьного возраста по съёмкам социальных, патриотических, интернациональных роликов. Тема патриотизма, кстати, активно представлена во многих проектах жителей городского округа. Дед, я тебя помню, яркий тому пример. 25-метровое знамя с именами героев Великой Отечественной войны не имеет аналогов во всём мире. Уникальность этого проекта, в котором задействовано более 30 тысяч человек, уже оценило экспертное сообщество губернаторской премии. Этот проект, он безумно значим, он является отличным примером настоящего социально значимого проекта, опыт которого можно транслировать и на другие районы Московской области, и на региональный уровень, и на федеральный уровень. Милосердие и добродушие – ещё одна категория значимых люберецких проектов. Жительница Малаховки Валентина Коровина оказывает помощь бездомным животным. Женщина занимается этим благим делом на протяжении всей жизни. В этом году совместно с единомышленниками решила подать заявку на соискание премии. В случае победы деньги потратит на лечение и содержание кошек и собак, которых она взяла к себе на попечение. Три кота и кошечка. Кошечку вообще бросили, можно сказать, слепую. Их бросили троих. Но твоих мы пристроили, а одна вот никак. Я не забрала себе. Их просто бросают. Вот недавно выбросили в мешке пятерых щенков в помойку. Развязали. Там их пятеро. Двоих забрали. А троих забрали волонтёры. Очередной этап премии «Наши Подмосковья» завершился в городском округе Люберцы. Теперь соискателям остаётся терпеливо ждать ноября. Именно тогда состоится торжественное награждение победителей. Если кто-то из участников не успел презентовать проект в своём муниципалитете, он может это сделать в Красногорске, специально отведённый для этого «Единый день защиты». Дата его проведения пока неизвестна. Позже она будет объявлена в средствах массовой информации. Луиза Егязырян, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Состоялось первое заседание нового состава комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты городского округа Люберцы. В рамках совещания были рассмотрены важные вопросы о планах, событиях, мероприятиях на второе полугодие текущего года. Основным докладчиком на заседании выступила председатель комиссии по межнациональным отношениям общественной палаты городского округа Люберцы Екатерина Дегтярёва. Первым делом председатель поблагодарила присутствующих за оказанное доверие, а также отметила плодотворную совместную работу в предыдущие годы. Действительно, с вами вместе несколько лет руководители шли, работали и выполнили. Что-то выполнили, что-то не выполнили, но выполнили тоже много задач. И, скажем так, наш опыт информационного обеспечения и в рамках проведения мероприятий по городскому округу Люберцы, он сейчас реализируется и по Московской области, и по многим другим регионам Российской Федерации. После председателя комиссии предоставила слово каждому принимавшему участие на совещании. Вы выскажите конкретные даты или месяца, когда вы хотите что-то провести. Мы это все зафиксируем, чтобы у нас была более картинка всех происходящих, потому что что-то может перейти. В 9 сентября будем участвовать в акции «Нашли спасание дерева». 16 сентября будем участвовать в праздновании городского округа. В этом году сажали 103 дерева. Мы их каждую неделю, ну, каждый месяц, каждый месяц собираемся, их убираем, чистим, поливаем. То есть мы там вокруг есть сцена, где мы хотим небольшой концерт организовать и пожертвуем по ночной. Мы будем готовить и раздавать всем подряд. Так, это будет праздник с лантовой осенью, который планируется в середине октября. В середине октября, да, у нас планируется. 21-го у нас начинается Рошашона, это Новый год. 21 августа? 21-го сентября. 21-го сентября. Сентября. Вот. А длится долго? Скажу вам. Рошашон, а кем не ведет? Один день? 21-го, 22-го. 21-го канун, 22-го до вечера, то есть сутки. Также члены комиссии обсудили кандидатов, защищавших от каждой автономии проект на премию губернатора «Наша Подмосковья». Пять человек, которые именно пошли как... Пять человек, от нашей автономии пять. И счет вашей автономии пять? Нет, общей, общей сложности пять. Общей сложности? Да, пять. Пять от нас. Три команды, а две так вот. По итогам заседания были выдвинуты на рассмотрение кандидатуры, которые не вошли в состав общественной палаты. Однако большинством голосов утверждены консультантами-экспертами комиссии по межнациональным отношениям. Также в состав постоянных помощников вошли все председатели, старейшины и активисты национально-культурных автономии округа. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Состоялось первое заседание комиссии по информационной политике, социальным коммуникациям и местному самоуправлению общественной палаты городского округа Люберца. На совещании обсуждались вопросы о закреплении за членами комиссии направлений по общественной деятельности, а также план работ до конца текущего года и подготовка графика приема населения. В начале заседания члены комиссии обсудили вопросы, относящиеся в общем и целом к роли в обществе деятельности комиссии по информационной политике и социальным коммуникациям общественной палаты городского округа Люберцы. Социальная коммуникация? Ну, социальная коммуникация это чуть шире, чем информационная, ну, по моему пониманию. Она включает как бы все. И местное самоуправление. То есть у меня вот предложение как бы распределить как. Ну, учитывая то, что, Николай Иванович, вы работаете по ЛДЖТ и как бы связано с населением через различные формы. Екатерина Тегтярева отметила, что будет курировать мероприятия, которые планируют провести Роскомнадзор на территории городского округа Люберца и продолжат заниматься организационными вопросами. Затем члены комиссии рассмотрели графики приема населения. С самоуправлением какое-то круглое стоит провести. Вот взаимоотношения управляющих компаний там с ТОСами, с инициативными группами, с людьми. Все равно мы будем участвовать и вы будете вас будут привлекать к управдому. Также члены комиссии обсудили план график предстоящей работы до конца 2017 года. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. На днях Владимир Ружицкий проверил ход выполнения этих работ на улице 3-е почтовое отделение. Как оценил новую площадку глава, узнавала наша съемочная группа. В обновленном дворе в городке Б установили детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием. Также на этой территории продолжается строительство порядка 15 новых парковочных мест. Асфальтируют тротуары и дороги, укладывают портюрный камень. Ремонт в этом дворе планируется завершить к 1 сентября. Оценить качество выполненной работы смогут и замежители близлежащих домов. Эта работа в плане, и я планирую, мы ее должны завершить, что касается дворовых территорий, я думаю, до числа 15-20 сентября. Такая стоит задача. Мы не должны уходить в октябрь, потому что в октябре, как и правило, в нашей зоне, на нашей территории могут идти дожди, а в октябре уже пойдут и заморозки. Кроме того, до 20 сентября планируется завершить асфальтирование тротуаров и укладку портюрного камня по всей территории городского округа. Бабушка? Я. Вот бабушка. Бабушка. Всего в текущем году власти округа запланировали обустроить 69 дворовых территорий, 56 детских площадок, из которых полностью сейчас готовы 52. Также в 2017 году администрация городского округа Любрица включила в план ремонта 58 спортивных площадок. На данный момент люберчане уже могут заниматься физкультурой на 55 готовых объектах. Скажем, таким образом, вопрос жизни, да? Вы из военных, видимо. Вы уже военные. Ансамбль песни, песни, вы в ВВС. Заслуженные артисты. Напомним, что жители могут пожаловаться на некачественный ремонт или нарушения в его ходе. В соцсетях или же на почту администрации городского округа Люберцы, указанную на сайте. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. На следующей неделе, 1 сентября, уже в пятницу школы по всей России распахнут свои двери, чтобы начать новый учебный год. Накануне Дня знаний телеканал ЛРТ решил выяснить, какой должна быть идеальная школьная форма и во сколько она обойдется. Я люблю ходить в школу в форме, особенно в сарафанах и блузках. Дарья Мастаченко совсем скоро пойдет в четвертый класс, поэтому выбор формы для нее дело привычное. В школе, где учится девочка, одежда обязательно должна быть в черно-белых тонах. Ну мы берем, вот как вы видите сейчас, мы берем блузку и сарафан и докупаем отдельно либо юбочку, либо брюки, в зависимости от того, что нам надо. Но поскольку одежда очень качественная, у нас что-то остается с того года, то мы покупаем как бы вот, не полный комплект, а мы докупаем то, что нам не хватает. Ну вообще, конечно, нужно две блузки, потому что их нужно менять. Магазины сегодня пестрят разнообразием школьной одежды. Платья, блузы, юбки, брюки, жакеты. Выбирай, не хочу. Вот только как не растеряться в этом потоке предложений и подобрать идеальную школьную форму? Правил как таковых нет, потому что все зависит от покупателей на самом деле. Но зачастую бывает, что они угадывают немного с размером, потому что лекала разные, поэтому лучше примерять, конечно, одежду. При примерке обратите внимание на то, как сидит форма. Обязательно спросите ребенка, удобно ли ему в одежде. Попробуйте несколько моделей. Также необходимо внимательно изучить этикетку. На этикетке должен быть состав ткани, то есть наша одежда в основном сделана из натуральных тканей, это хлопок, более 50-60% в каждой модели школьной коллекции. Далее обязательно должен присутствовать сертификат, номер сертификата, для того, чтобы родители могли знать, что одежда разрешена для носки на территории Российской Федерации, и она не вредит здоровью ребенка. Обратите внимание на то, что в составе изделия обязательно должны быть искусственные ткани. Не старайтесь найти стопроцентное хлопковое изделие. Присутствие полиэстера – это не означает, что плохо. Это износа стойкость, это несминаемость одежды. В составе изделия обязательно присутствует и натуральная составляющая, и полиэстер, и лайкра. Чтобы ребенку было комфортно, подкладка натуральная, а ткань верха смесовая. Если к тканям предъявляются определенные требования, то выбор модели школьной формы – дело сугубо индивидуальное. Но даже для таких, казалось бы, строгих и монотонных вещей есть свои модные тенденции. У нас представлено множество блузок и платьев с валанами и рюшами. В этом сезоне это очень актуально. Также можно носить, как на блузке, можно снимать и представлять одежду в более классическом варианте. А также валаны, клетка, которая допускается на территории школ. Если говорить о цене вопроса, то собрать девочку в школу можно в районе 5000 рублей мальчика от 3500. На эту сумму вы купите один комплект школьной формы. Важно отметить, что сейчас, несмотря на высокий покупательский спрос, магазины предлагают неплохие скидки на школьную одежду. Например, две блузы по цене одной. Или скидка 50% на третью приобретенную вещь. Так что собрать ребенка в школу, не тратя на это больших денег – задача вполне себе реальная. Мария Лапчева, Анна Троян, Дмитрий Родзянко и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. Шумбрат, Подмосковье. В столичном регионе состоялся очередной праздник, который собрал на одной площадке представители различных национально-культурных объединений. Ежегодный областной фестиваль, инициированный Мордовской. Их автономии на этот раз прошел в городском округе Домодедова. Шумбрат! В переводе с мордовского это слово означает «приветствие». Именно так организаторы фестиваля встречали своих гостей, которые приехали из различных уголков России. Шумбрат в Подмосковье уже стал традиционным праздником. В столичном регионе он проводится во второй раз. В планах у представителей мордовской автономии с каждым годом делать его все масштабнее и масштабнее. Приглашаем всех представителей национально-культурных автономий Московской области. Каждый представляет свою национальность, свои творческие номера и, возможно, свои даже блюда. Одной из площадок фестиваля стала выставка декоративно-прикладного искусства. Николай Кучаев специально приехал на праздник из Сызрани. Занимаясь более 15 лет кончарным ремеслом, молодой человек собрал большую коллекцию глиняной посуды и сувениров. Все это он сделал собственными руками. Вот это музыкальный инструмент называется окарина. Довольно-таки древний инструмент, но это упрощенный вариант. Изначально это был большой глиняный сосуд с множеством отверстий разного диаметра. Своим мастерством Николай поделился с маленькими гостями праздника. Для них он провел мастер-класс по изготовлению глиняной посуды. Так, совместно с профессионалом, дети своими руками создавали сувениры. Ставим вот так ручки, расслабленные, легкие, чтобы мягко двигались. Прижимаем вот так. Кроме фестивальной части, на праздники предусмотрена и деловая. Актуальные вопросы в сфере межнациональных отношений обсудили за круглым столом. Среди участников дискуссии представители правительства Московской области, Общественная палата, а также руководители национально-культурных объединений. Эксперты отмечают, народные праздники, проводимые на территории Подмосковья, играют значительную роль в формировании толерантного отношения друг к другу. По словам Эльмиры Хаймурзиной, в столичном регионе ежегодно проводится 12 фестивалей национальных культур. А 15 и 16 сентября в городе Мытищи пройдет второй общеобластной праздник. Мы приглашаем туда всех, кому интересно вообще узнать что-то новое о национальном составе Подмосковья, о том, какие организации активные есть, о том, какую работу они ведут, что они делают для детей, какую просветительскую работу ведут. Участники круглого стола обсудили также роль СМИ в формировании культуры межнационального общения. В этом направлении с подмосковными журналистами будет проводиться более детальная работа. В частности, в этом году для них запланирован специальный обучающий семинар. Богатый опыт в этой сфере есть у сотрудников телеканала ЛРТ. Наш телеканал ЛРТ городского округа Люберцы, благодаря созданному в 2014 году интернациональному патриотическому телепроекту Мы, россияне, ежегодно распространяет уникальный положительный опыт взаимодействия СМИ с органами власти, общественными объединениями, образовательными и региозными учреждениями. Ну и какой праздник проходит без песен и танцев? Третьей и самой зрелищной частью фестиваля стала концертная программа. На сцене можно было увидеть выступления мордовских, белорусских, украинских, татарских и многих других творческих коллективов. Московскую область по праву можно назвать не только многонациональной, но и дружелюбной территорией. В регионе проживает более 140 народов, когда во всей России насчитывается 190. Но самое главное, что более 70% жителей страны положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений. Плуиза Игия Зарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Территория хороших новостей. В Твери состоялся фестиваль региональных телерадиокомпаний. География участников в этом году вышла за рамки Центрального федерального округа. В творческом конкурсе участвовали около 40 средств массовой информации. На этот раз победителем в главной номинации стал телеканал ЛРТ. Станция Белгород. Для тех, кто здесь впервые, это место, откуда начинается знакомство с нашим городом. А помнишь, раньше на больших станциях ходили бабушки с кукурузой и черчилой, течки с такими громкими специальными голосами, которые кричали «Пиво, раки, чебуреки» и мужики, которые продавали сушеную вовлу. Это не отрывок программы «Орел и решка в России». Это проект телеканала «Мир Белогорья». Здесь была Даша. За оригинальный подход к работе члены жюри единогласно отдали Дарье Анискиной победу в номинации лучшей ведущей телевизионной программы. Спасибо за возможность показать себя. Для меня это огромный стимул двигаться вперед. К такому позитивному подходу делать больше хороших новостей на фестивале призвали журналистов все члены Оргкомитета. Ведь от того, что выходит в эфир, зависит настроение зрителей в целом. Хорошая новость – это не просто приглаженная или отобранная специальная и незамеченная какая-то другая. Это вообще не искажение действительности и не взгляд через розовое стекло. Хорошая новость – это наличие неравнодушных людей, которые делают свое дело. А таких неравнодушных журналистов, преданных своему делу, в Центральном федеральном округе много. На юбилейный 20-й фестиваль «Территория хороших новостей» было выдвинуто 150 работ из 11 субъектов России. Конкурс традиционно прошел на Тверской земле. Собрал только лучших представителей медиаотрасли, представляющих региональные компании Центральной части России. Ирина Шляхтова, к примеру, за бесстрашие и уверенность в кадре, стала лучшим тележурналистом этого года. За сюжет о конкурсе по вертолетному спорту. Были очень своеобразные условия, лил дождь, но нам удалось с оператором сделать замечательный сюжет. Прекращались соревнования, потому что погода была не летная, не июльская, но тем не менее мы сделали. В 2017-м фестиваль вышел за свои географические рамки. В нем впервые участвовали журналисты из Самары и Вологды. Среди лидеров фестиваля также были отмечены региональные компании из Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой и Ярославской областей. Столичный регион в этом году тоже в лидерах. Телеканал ЛРТ победил в главной номинации. Лучшая программа новости. С вами Наталья Григорьева. С Днем Победы! Сегодня по всему городскому округу Люберцы проходят масштабные торжества в честь этого великого дня. На площадках праздника работают съемочные группы ЛРТ. Этот день они приближали как могли. Сегодня героев Великой Отечественной войны можно увидеть не только на портретах, которые несут в руках либерчане, но и вживую. Массовое шествие «Бессмертный полк» возглавляет ветераны Великой Отечественной войны. На самом деле для нашего телеканала это огромная победа. Мы несколько лет шли и стремились к этому. Это огромное счастье, это огромная радость, когда коллектив отмечен полностью. Мы над этой работой работали все вместе. Это была работа от корреспондента до последнего штриха монтажера. Но все же главная задача территории хороших новостей не только дать по заслугам, но и повысить профессиональное мастерство теле- и радиожурналистов. В программе фестиваля мастер-классы и площадки для обмена опытом, как возможность заимствования практики у своих коллег. Кроме того, на разборе полетов члены жюри обсудили все недостатки и преимущества конкурсных работ. И в этот раз, ну вот я не знаю, я поднял, как раз предложил наградить вас главным призом за программу новости. Молодцы ребята, настолько душевно. Вот я смотрел, простите, у меня вот со слезой смотрел. Я смотрел и плакал. Как прочувствовал, как понятно, 9 мая спецвыпуск, корреспонденты, молодые девчонки в этих пилоточках, они чувствуют, они не собой занимаются, они чувствуют важность этого дня. Идея, которая заложена в названии фестиваля, за 20 лет объединила не одну сотню журналистов из самых разных регионов. Территория хороших новостей – место, которое по-настоящему сближает единомышленников. Город Тверь, да, в принципе, как и сам конкурс, подарил практически каждому участнику незабываемые эмоции. И дело не только в этом бесценном опыте, но и в мотивации, которые получили журналисты, чтобы создавать и дарить каждому зрителю хорошие новости. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. На очереди наша традиционная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз съемочная группа телеканала ЛРТ вышла на улицы, чтобы узнать, каким было лето для люберчан и чем оно запомнилось. Узнала, что буду бабушкой во второй раз. Побывала на Макс в Желебенном 2017. То, что у меня сестра как бы вышла замуж, самое главное такое событие. Вышла замуж с моей подругой. Это для меня было самым большим впечатлением за это лето. Она на работу устроилась. Мы подписали контракт и переехали жить в Москву с больницей врачи. Мы очень счастливы. Наверное, все, что связано с ребенком сейчас, на самом деле. Скоро вот пойдем ножками сами. У меня девушка беременная. Поздравляю. Да, скоро свадьба. Наверное, отдых в Таиланде, потому что было очень-очень весело и круто. Как вы провели это лето? Расскажите нам, пожалуйста. В работе. Все время работала? Да, все время работала. Я отдыхаю зимой. Читала много. Мы были на море и ездили в деревню. Все лето в трудах. Была в деревне, была в Крыму. Поэтому лето удалось. Ой, ну работала, ездила на дачу, отдыхала. Так обычно. Мы ездили в Турцию отдыхать, в Марморис. Ну ничего плохого не случилось, слава богу. Хорошего. Ну, хорошее еще впереди, наверное. Спасибо. Такое мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ, в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапочева, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова